Мы вам очень благодарны всей нашей семье, это очень тяжелый период. Прием депутата Вячеслава Фетисова начался с позитивной нотки. Встречу посетила благодарная жительница Ленинского городского округа, которая за все свои труды долгие годы не могла получить земельный участок. 40 лет женщина отработала в сельском хозяйстве. Народный избранник помог решить ситуацию. Мама сама из деревни, и для нее очень важно обрабатывать землю, садоводством заниматься. Я встретила на своем пути единственного человека, который понял меня. Спасибо ему, что есть такие люди. А вот Татьяна Бургилова только на пути решения своей проблемы. Три года назад ее сын получил черепно-мозговую травму. Долгое время находился в лежачем состоянии. Своими силами женщине удалось вернуть молодого человека к жизни. Сейчас он пытается говорить и работать рукой, но этого явно недостаточно. А какой-либо поддержки со стороны соцзащиты нет. Нам за три года никто не пришел. Нам ничего не предложили. Никто, никто. Ну никто. Совершенно понимаете, как это... Больше всего меня возмутило сегодня, уже второй раз в нашем городском округе, это работа соцзащиты. Люди, которые углавляют такое направление, должны любить свое дело и относиться к... Особенно к тем, кто попал в сложные, в трудные жизненные ситуации, по-другому. Я считаю, что это моя сейчас ответственность, тоже максимально помочь этой женщине, чтобы она могла довести свой сын до возможности обслуживания самого себя. Еще один вопрос, которым обратились к Вячеславу Фетисову, касался смены управляющей компании. Жители микрорайона «Зеленые аллеи» столкнулись с проблемой по организации общедомового голосования. Несмотря на то, что ситуацией уже занимаются сотрудники администрации округа, люди решили заручиться поддержкой депутата Государственной Думы. Юлия Пагасьян, Сергей Ларин, Максим Константинов. Виднет-В.